На один подбитый «Тигр» приходилось 6-7 подбитых Т-34. Тяжелый танк гитлерской Германии, известный как «Тигр», наверное, самый узнаваемый и самый знаменитый танк Второй мировой войны. Грузная машина, сражаться с которой было смертельно опасно. Однако, она не спасла от краха военную машину Гитлера. История создания этого танка началась еще до Второй мировой войны, когда в 1937 году фирма «Хеншель» получила заказ на разработку танка «Прорыва». И на это у командования вермахта были причины. По условиям Версальского мира, побежденной Германии было запрещено иметь танки. Поэтому, после того, как власть в стране пришли нацисты, немецким конструкторам пришлось начинать работу над ними, что называется, с чистого листа. Правда, чтобы обойти запрет Версаля, немцы тайком принимали участие в проектировании танков в других странах – Швеции и СССР. Но эти работы были эпизодическими и недостаточными для того, чтобы получить необходимый конструкторский опыт. Военная теория делила тогда танки на две категории – танки для маневренной войны и танки для непосредственной поддержки пехоты. Предусматривались и так называемые танки «Прорыва», то есть боевые машины, которые, обладая толстой броней и сильным вооружением, могли прорывать укрепленные оборонительные рубежи противника. В СССР к числу таких танков относили многобашенные Т-35, во Франции – гиганты Чар-Б-1. Командование вермахта решило тоже обзавестись подобными боевыми машинами и поручило одному из ведущих конструкторов фирмы «Хеншель» – Эрвину Адерсу – начать работу над проектом 30-тонного танка «Прорыва». Работа была, что называется, на перспективу. В течение 1939-1941 годов фирма изготовила два опытных образца танков, толщина брони которых не превышала 50 мм. Тогда это считалось вполне достаточной защитой от снарядов противотанковых орудий. Работы над проектом тяжелого танка ускорились после 1941 года, когда немецкие танкисты столкнулись с советскими танками Т-34 и КВ, имевшими противосторядное бронирование. Кроме того, противотанковая артиллерия к тому времени легко пробивала сравнительно тонкую броню немецких боевых машин. Германские конструкторы занялись модернизацией уже существующих танков вермахта и работой над тяжелым танком, который мог бы на равных сражаться с КВ и Т-34. Над проектами новых машин продолжали работать конструкторы фирмы «Хеншель» под руководством Адерса. Но подобное задание поручили и их конкурентам, работникам КБ знаменитой фирмы «Порше», которую возглавлял сам Фердинанд «Порше», конструктор автомобилей, решивший попробовать себя в танкостроении. Между этими КБ развернулась конкурентная борьба. К тому времени технические требования были скорректированы в сторону усиления брони и установки на будущем танке мощного 88-мм орудия. Соответственно, выросла и проектная масса будущей машины. Она достигла 45 тонн. Опытные образцы новых танков должны были быть представлены Гитлеру 20 апреля 1942 года, его день рождения. Так что конструкторы и конкуренты трудились днем и ночью, чтобы уложиться в отведенный для них срок. Эрвин Адерс решил применить в шасси танка шахматное расположение опорных катков. Этим он хотел добиться плавности хода, что должно было повысить меткость стрельбы из орудия во время его движения. Прототип фирмы Хеншель получил обозначение ВК-4501 с литерой H. Фердиант Порше более радикально подошел к конструированию ходовой части своего прототипа. Он решил применить электротрансмиссию. Мощные двигатели работали на генераторы. Электричество поступало на электродвигатели, которые и вращали ведущие колеса танка. Но по сравнению с прототипом фирмы Хеншель, боевая машина Порше была конструктивно сложнее и требовала большего количества дефицитных материалов, в частности, меди для мощных электромоторов. Прототип Порше проходил испытания под обозначением ВК-4501 с литерой P. Фердиант Порше был любимцем фюрера и поэтому не сомневался, что именно его образец выйдет победителем в конкурентной борьбе с детищем Адерса. Не дожидаясь решения комиссии, он распорядился начать изготовление ходовой части под свой новый танк без испытаний. Однако при показе на испытательном полигоне победил образец фирмы Хеншель ввиду большей надежности ходовой части и лучшей проходимости по пересеченной местности, а также из-за меньшей ее стоимости. Но труд конструкторов фирмы Порше оказался не напрасным. Шасси с электротрансмиссией, около 80 штук, изготовленные по личному указанию Фердинанда Порше, пошли в дело. Они послужили основой для тяжелого штурмового орудия с мощной 88-мм пушкой, по личному указанию Гитлера, получившего имя своего создателя Фердинанд. В конце августа 1942 года началось серийное производство нового танка. На ходу велось и его совершенствование. Например, по бокам башни Тигра, такое название получил танк, установили небольшие мортирки, предназначенные для стрельбы минами типа С. По замыслу конструкторов, они были предназначены для уничтожения живой силы противника, подобравшихся танку. После выстрела из мортирки, мина взрывалась на небольшой высоте, поражая окружающих мелкими металлическими шариками. Для постановки дымозавесы на боках башни стали устанавливать дымовые гранатометы. Первые Тигры получили оборудование для подводного хода. Дело в том, что большая масса танка и его габариты не позволяли ему пылиться мостами, выдерживающие обычные танки. И Тиграм приходилось форсировать водные преграды вброд или с помощью оборудования для подводного хода. Много хлопот доставлял Тигр и во время его транспортировки по железной дороге. Для него пришлось изготовить два типа гусениц. Транспортные, шириной 520 мм, и боевые, шириной 725 мм. Перед тем, как загнать танк на специальную железнодорожную платформу, его пришлось переобувать. Иначе широкие гусеницы выступали за края платформы. Четыре первых серийных Тигров впервые вступили в бой с советскими войсками в сентябре 1942 года в районе Синяева. Место для использования их было выбрано неудачно. Этот район забиловал болотами и торфяниками. Тяжелые машины с трудом передвигались по мягкой и влажной почве. В результате опыт первого боевого применения Тигров оказался печальным. У одного танка после попадания снаряда заглох двигатель. А три других сумели дойти до передовой, получив при этом серьезные повреждения. И остановились там из-за бездорожья и технических неисправностей. Из четырех танков три были эвакуированы, а один был захвачен советскими войсками. В декабре 1942 года Тигры снова пошли в бой, но на этот раз уже в Северной Африке. После поражения танковой армии Африка, которой командовал талантливый немецкий военачальник фельдмаршал Роммель, Гитлер приказал отправить на поддержку отступающих частей вермахта первую роту 501-го танкового батальона. 1 декабря 1942 года Тигры этого батальона атаковали танки противника у Джетиды, подбив с дистанции 150 метров два английских танка генерал Ли. На следующий день Тигры уничтожили четыре противотанковых орудия. Шесть легких танков генерал Стюарт, два американских полугусничных бронетранспортера и несколько грузовиков. С 18 по 25 января 1943 года Тигры 501-го батальона уничтожили 25 пушек, 9 самоходных пушек и бронетранспортеров, 7 танков и 125 грузовиков, два бронеавтомобиля и взяли в плен более 200 солдат противника. Но немецкие войска в Тунисе капитулировали, и все уцелевшие к тому моменту Тигры были либо взорваны экипажами, либо попали в руки союзников. Конструкция Тигры была классической, с задним расположением двигателя. В передней части его корпуса располагалось отделение управления, там находились рабочие места механика-водителя и радиста, который одновременно выполнял обязанности стрелка, ведя огонь из курсового пулемета. В средней части танка было установлено боевое отделение, сверху устанавливалась башня с пушкой и спаренным пулеметом, там же находились рабочие места командира, наводчика и заряжающего. В боевом отделении размещался боекомплект. Корпус коробчатый, его элементы собирались в шип и сваривались. Броневые листы, катанные, с присадками хрома и молибдена, броня цементированная. Основным орудием Тигры была мощная пушка КВК-36 калибра 88 мм. Она была разработана на основе знаменитой зенитки Ахт-Ахт, того же калибра, которая уверенно подбивала все танки союзников практически с любых дистанций. Длина ствола орудия почти 5 метров. Моторно-трансмиссионное отделение содержало как силовую установку, так и полный запас топлива. МТО было отделено от прочих отсеков прочной перегородкой, что минимизировало риск для экипажа при прямом попадании снаряда в двигательное отделение. На каждый борт приходилось по 24 опорных катка, которые располагались в шахматном порядке. На опорных катках использовались резиновые бандажи. Начиная с приблизительно с 800 машины, на все катки стали ставить стальной бандаж и внутреннюю амортизацию. Для управления использовался штурвал, похожий на мотоциклетный руль. Насчет использования гидравлического привода, танк весом 56 тонн управлялся удивительно легко. Немного о стоимости танка. Модель образца начала 1943 года оценивалась по разным источникам в диапазоне от 600 тысяч до 950 тысяч рейксмара. О том, как высоко ценился немецкий танк Тигр, командованием вермахта, говорит хотя бы тот факт, что специально под эти машины была создана новая тактическая единица панцерваффе, тяжелый танковый батальон. Причем это была отдельная автономная часть, имевшая право на самостоятельные действия. Что характерно, из 14 созданных батальонов, первоначально один действовал в Италии, один в Африке, оставшиеся 12 на Восточном фронте. Считается, что наиболее массовый случай использования Тигров СССР имел место во время Курской битвы. Планировалось, что будет задействовано 285 машин этого типа, но в реальности вермахт выставил 246 Тигров. Что касается Европы, то к моменту высадки союзников, в том имелось 3 тяжелых танкового батальона, оснащенных 102 Тиграми. Сражаться с немецкими тяжелыми танками было нелегко. На один подбитый Тигр приходилось по 6-7 сгоревших Т-34. У союзников статистика с их танками была еще печальнее. К марту 1945 года в мире оставалось около 185 танков этого типа на ходу. Всего же их было выпущено примерно 1200 штук. Продолжение следует...